Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. В горах местами 0, минус 5. В нем плюс 17, 22 тепла. В горах местами плюс 9, 14 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. В нем плюс 20, 22 тепла. Сегодня день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К землякам обращается глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Масштабы этой трагедии тяжело сегодня оценить в полной мере. Но главное это то, что благодаря мужеству, отваге и самопожертвованию участников ликвидации аварии удалось избежать худших последствий. Люди не отступили перед угрозой смерти и с честью выполнили свой долг. Настоящие герои, которые сегодня среди нас. Из Карачаева-Черкесии в ликвидации аварий на Чернобыльской атомной электростанции участвовали 1200 наших земляков. Все они люди огромной силы, воли, мужества и героизма. Своим трудом, ценой собственного здоровья спасшие из советских граждан и жителей соседних европейских стран от последствий крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. В этот скорбный день выражаем искреннюю благодарность всем участникам ликвидации Чернобыльской аварии. Сегодня в рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем о человеке, который за свой героический подвиг удостоился Ордена Красной Звезды. В его честь названа одна из самых оживленных улиц республиканской столицы. Доблестное имя капитана милиции Виктора Павловича Калантаевского навсегда вписано в историю Карачаева-Черкесии. Смотрите подробности. Сегодня мы находимся в республиканской столице Карачаева-Черкесии, а именно на одной из улиц, которая названа в честь капитана милиции Виктора Калантаевского, который ровно 40 лет назад погиб при исполнении служебного долга. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете, в честь кого названа эта улица? Эта улица названа в честь капитана милиции Калантаевского Виктора Павловича, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Виктор Калантаевский начинал службу участковым инспектором в Черкесском городском отделе внутренних дел. Впоследствии занимал разные должности. Был инспектором дежурного горотдела милиции, работал старшим инспектором по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска, дежурным пульта централизованной охраны, возглавлял спецкомендатуру. Неоднократно удостаивался ведомственных благодарностей и поощрений за профессиональный подход к выполнению должностных обязанностей. Капитан милиции Виктор Калантаевский проходил службу во вневедомственной охране. 22 сентября 1983 года в третьем часу ночи он выехал на проверку магазина «Радуга», где сработала тревожная сигнализация. Увидев человека в форме, находящийся в магазине преступник бросился бежать, но был загнан в дворовой тупик. Вор был вооружен обрезом. И когда Виктор приказал ему бросить оружие и сдаться, тот выстрелил. Истекая кровью, капитан милиции попытался задержать бандита, но силы покинули его. Указом президента Верховного Совета СССР капитан милиции Виктор Павлович Калантаевский посмертно был удостоен Ордена Красной Звезды. Хотелось очень, чтобы все-таки знали в честь кого и по какому поводу названа эта улица. Вот это мое желание, чтобы память, пока мы помним, они с нами, они живы. Имя героя носит одна из центральных улиц Черкеска. Автомобили здесь идут нескончаемым потоком по маршруту, где на фасаде одного из домов на своих земляков смотрит мужественное лицо капитана милиции. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Удачного дня и до встречи в эфире.